Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1021, Лука 18,8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 2 октября 2018 года. Ну и наше всегдашнее объявление попросили сделать ради детей. Найдутся люди, которые пожелают участвовать в этом. Просто почитайте. Здесь никакого обмана нету, потому что отпевание, ролики посмотреть. Человек может, и все. Можно затормозить и прочитать. Ну и пишет сегодня ночью Сергей Игнатов. Спаси Христос! Посмотрел на с трудом фильм-драму «Я – легенда». Предпочел бы прочитать эту книгу, а не смотреть сущих бесов. Смысл фильма – желание помощи больным людям в исцелении похвально, но чтобы не во вред и не стать козленочком. В настоящее время помогаю сыну решить вопрос крещения его грудного сыночка полным погружением. Видите, решить нерешенный вопрос. А тут бы сказали «проблема». Не надо это слово. Я показываю фильм, мне тут попал в руки, «Огнеупорный». Не православный фильм. Там много есть замечаний. Но пользу можно извлечь немалую. Мысль обо всем, во свете Святой Библии. Валентина Сартисон. Благодарю. Замечательный фильм. В последнее время я очень мало плачу. Но этот фильм вызвал у меня слезы. Слава Христу! Вера Митрохина. «Мир вам, отец Игнатий». Да, фильм «Огнеупорный» просто замечательный. Он мне очень помог в свое время в семейных отношениях. Я из фильма взяла все полезное и в своей семейной жизни с Божьей помощью применила. «Господу благодарна за все. И вам, отец Игнатий, благодарна за все. Спаси, Господи, за молитву обо мне. Благослови ее, Господи. Сатана крутит меня, крутит по Божьему попущению. Учусь смиряться. Очень гордая. А гордиться-то и нечем. Слаба я во всем. Хожу, как по тонкому льду. Везде сети лукавого. Только на Господа и уповаю. На работе Господь так все управляет, что диву дивлюсь. Жду опять партию Евангелия. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу вас спросить совета. У меня в одноклассниках есть страница, и на ней я выкладываю Евангелие дня и толкование святых отцов на Евангелие. Также много чего полезного для спасения души. Активно добавляю людей на свою страницу. Может, кому и польза будет во спасение души. Вот только не знаю, правильно ли я делаю, ведь много есть, которые не верующие. Вспоминается стих из Евангелия о псах и свиньях. И также вспоминается, что вера от слышания. Как мне быть, Отец Игнатий? Отвечаю. Не зарывайте данные нам от Бога и от вашей ревности талант благовествовать, заквашивать этот порочный мир. Никого не слушайте, а идите вперед и также отважно боритесь за каждую душу. Евреям 10.38 Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. 1 Филон Захистам 2.15 Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Матфея 13.21 Но не имеют в себе корни и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, точно соблазняется. Вера отвечает. Аминь и аллилуйя. Слава Богу за все. Спасибо Господь, Отец Игнатий. Все поняла и приняла. И вот ролик тут выставил Артур Алехин. Вот можете зарядить его, посмотреть. Он называется Игнатий Лапкин. Секта Игла. 175 802 просмотра. 967 комментариев на второе. То есть на вчерашний день. Вот я это проверил. И теперь оттуда решил кое-что взять. Те, которые там ругаются, вообще ничего не знают. Я с ними даже разговаривать не стал. И вот они о чем говорят. А вот главное, что причастия нету. А вот главное то. Тогда я выставлю целый реестр. Под этим роликом выбрал, где мы причащаемся, где митрополит тут. Вот. Игнатий Тихонович Лапкин в 1991 году образовал свою православную общину. Все бы ничего, но в обществе просветает мнение, что это не просто община, а секта под названием Игла. Секта это или не секта, попытаемся выяснить в данном видео. Это Артур говорит. Ну, вы можете даже его увидеть. Сейчас я вот здесь постараюсь дать этот ролик, чтобы увидели, как он выглядит. Вот. Нет, это не этот. Вот она. Потеряевка в Алтайском крае про Игнатия Лапкина и про секту под названием Игла. Если не знаете, то я вам предлагаю послушать эту историю, потому что она очень интересная и поучительная. Как мне кажется, мы опять имеем дело с явлением, когда ненормальное большинство отвергает нормальное меньшинство. Вот вначале на него тут нападать, на самого, а ты тоже тайный и жить, сразу жить. Ну, это куда-то годится-то, сразу жить. Слово сказать нельзя. Ну, ладно, я отсюда ухожу, на свою страницу. Вот показать это. Кто он бомбардил. Ой, видно, что не фамилия. Что-то много пуканов поразорвало в комментах-то. Правильно сказал автор этого Видеса. Чуть какая небольшая община просит оставить их в покое и не лезть, сразу все начинают бомбить. Оставьте их в покое с их религией и мировоззрением. Если люди туда едут, значит им этого хочется. Значит им нужно ставничество этого человека. Они, возможно, видят в нем своего духовного пастыря. Если кому-то что-то не нравится, люди вправе уехать оттуда. Никто никого насильно там не удержит. Не уезжают, значит их все устраивает. И если кому-то не нравится лидер этой общины, не смотрите это видео. Зачем вы тратите свое время на это? У вас его и так мало. Или организуйте свою общину. Покажите пример Лапкиным. Как надо делать то, как это? Покажите. А пока вы только с дивана можете вещать, сами нихрена не сделав, лучше просто закройте свои рты и просто идите мимо. Я не отношусь к этой религии. Тупо. В защиту труда этого человека. Просто мне непонятно отношение и неуважение массы народа к тому, что делает этот человек. И это при том, что сама эта масса народа просто гниет заживо и беседствует. Вот какие отзывы есть. Так и вы выбрали. Ну, конечно, выбрал. Потому что там почти тысяча. Я немножко показал, какие есть еще люди. Да благословит их Бог. Карлак. Вся разница в том, что Лапкин живет строго по канонам, в отличие от РПЦ, которая сделала отступление от них. Вот абсолютно правильно повторяю. Я в эту тему правил, 719 правил, из них 417 нарушается. То есть 57% топчет под ногами патриархии. Татьяна Федорова. Оставьте Игнатия в покое. Никакая это не секта. Замечательно себе живут, как и положено православным. Молятся и в поте лица пищи сует бывает. А вот вам и мне далеко до таких подвигов. С 4 утра молиться, поститься по всем великим постам. Проявлять терпение и послушание. Игнатий Тихонович создал сайт «Восвете Библии». Ведет беседу по скайпу с желающим православного просвещения. Воспитывает парней. А один сам признался, что бывший наркоман. Да, любит он получать их. А как вы хотите-то, если они признали его своим учителем? Но самое главное, он молится за всех нас православных друзей и врагов. И молитвы быстро доходят до Господа. Это ясно из репортажей. А вам, как автора этого ролика, нарезки из чужих сюжетов должно быть стыдно. Не знаю человека, обвинять его. Плагиат не доведет вас до добра. Помолитесь, а попросите прощения у Бога, Игнатия Тихоновича. А лучше всего, снимите свой правдивый сюжет. Игнатий признан во всем мире как просветитель и популяризатор Библии. А еще он основал Потеряевку, и сотни людей благодарны ему. Пока есть такие люди в России, она способна возродиться. Иван Смирнов, дело в том, что если выкладывается видео в свободный доступ, с возможностью прокомментировать и высказать свое мнение, не ждите сладкой лести. Всегда есть мнение, отличное от вашего. Дальше. Я влюбился в такую честную жизнь. С огромным удовольствием жил бы с ними, если вы приняли меня, Михаил Кальмаев. Лагерь Стан и поселок Потеряевка не совсем одно и то же. Жители Потеряевки свободны ехать куда хотят и приглашать и принимать к себе кого хотят, лишь бы гость не нарушал устав поселка. А вот в лагерь Стан и для поселения в поселке без разрешения никак, и это правильно. В лагере дети, и ответственность за них никто не отменял. И лагерь Стан трудовой и воспитательный. И приезд неизвестного человека всегда опасен, не знаешь, чего от него ждать. Ведь всегда идет сначала знакомство через собеседование, ознакомление с документами и целью приезда. Согласен ли желающий приехать, соблюдать правила, принятые и прописанные для лагеря для Потеряевки? Это нормально, так было везде. Автор старается быть объективным, то есть Артур. Это ему в плюс. Увидел, что видеоролики не монтируются и понял, почему это проявление трезвомыслия, наблюдательности и честности автора. Благодарю, подписался на ваш канал. Никита Калиновский. Я уважаю Игнатия Лапкина. Доброго здравия, мой Игнатий. Хоть и не православный, но мне симпатичен этот человек. Община должна быть строго организована, иначе будет беспредел. Можно назвать тоже сектой. Но не в злом понимании, а в понимании значения слова. Совсем недавно отнулся на канал Лапкина Игнатия, и он мне очень понравился. Интересное видео. В начале вашего ролика я переживал, что будет все плохо по отношению Игнатия Тихоновича. Но, к своему счастью, все наоборот. Молодец, автор, то есть Артур Алёхин. Хороший, годный материал. Роман Руни. Самая главная секта РПЦ Московской Патриархии, Русской Патриархии, Русской Патриархии Церкви. А не эти, подвижники веры. Витат Кощенко. Умничка, спасибо. За трудом и жизнью Игнатия Лапкина и Потеряевки наблюдаю уже несколько лет. Я отношусь с большим уважением. Смотрела большинство его роликов на канале «Восвете Библии» и переписывалась с ним. «Все правильно вы говорите». Это одобрение Алёхину. МСД. Недавно слежу за благословенной Потеряевкой. Очень поучительные видео с разруливанием конфликтов и установлением правил. Сколько споров у меня было с женой по поводу непременной отправки сына в лагерь. Сам порывался несколько раз приехать. Но понимал, Игнатий Тихонович развернет. Кстати, люди, которые у него были по разным причинам, вынуждены были покинуть общину. Что удивительно, не держат на него зла. Жаль, что сейчас совсем нет времени на просмотр видео с канала Игнатия. Христос воскресе. Елена Петрова. Кто говорит про Игнатия Лапкина плохо, тот просто завидует ему. Дай Бог иметь такой чистый ум всем. Тогда не будет зависти. Побольше таких светлых и бескорыстных людей. И будет рай на земле. Я полностью на его стороне. Кто любит хорошо пожрать, тот не ходи за ним. Александр Петров. Все верно. Если бы он пил по три фанфуриков в день, так курил примы и по праздникам святой Георг работал бы на всю, на пилораме или колхозе, все было бы окей. А тут действительно. Смело говорить, что такое общество ему не нужно. А общество сразу начинает волноваться. Но Господь не оставит праведников своей милости. Геймэстаж. Из данного автором созданного ролика я могу сказать следующее. Когда человек делает добро, например, как Игнатий Лапкин, то это оценивается как зло. А когда ты пьян и вор, то это, по-видимому, считается за добро. Создав это видео, автор явно подписался под уже давно пророческое библейское высказание. Оно звучит так. Горе тем, которое зло называет добром и добро злом. Тьму посчитают светом и свет тьмою. Горько посчитают сладким и сладко и горьким. Исаи 5.20. Горе тебе, автор, горе. Надо уметь читать между строк и понимать смысл Писания. Если Игнатий есть свет, а это ты можешь узреть по делам его добрым, по делам и намерению его праведному, которому он также от сердца желает не только своему обществу, а всему миру, то ты, делая такой ролик с заявлением о том, что он есть секта, искажаешь намеренно свет, выставляя свет за тьму. Горе тебе, автор, горе. От безумия стал слеп, обзывая чистое, пытаясь на грязном заработать с Ютуба деньги. Артур Алёхин. А я разве говорю, что это секта? Может, это ты узрел в белом-чёрное? То есть я, ну, как главная здесь фигура, о чём говорит Артур Алёхин. Я не вижу, что он желает зла. Нет, я вижу его интерес. И нигде никак он не оскорбил ничего. То есть самое хорошее наше отношение и моё расположение и молитва. Да благословит его Господь Бог. Он говорит, не верю, чтобы открыл ему истину, поверил в Евангелие, стал православным христианином. Он несколько роликов снял у нас про Романа Малыша, про Никиту Колесникова. Андрей Линдвинен. Зря наезжаешь. Я тоже поначалу так подумал про автора, то есть про Артура. На самом деле он разъясняет истинное положение вещей. А название ролика для привлечения тех, кто ищет подтверждение своих подозрений в сектанстве Игнатия. Собственно, для них ролик-то и снят. Тамара Саламахина. Игнатий живёт не для себя, любимого, но для людей. Попробуйте и вы так. Тогда только сможете оценить, кто он и что делает. А его молитвы за тех, кто на скользком пути. Это делал Иисус Христос, когда был на земле. Вот тебе и секта. Не суди, да не судим будешь. Ибо судя нам, Господь, побольше нам таких, чтобы китайцы не пришли. Екатерина Свиридова. Иисус пришёл к своим, а его свои не приняли. Так и здесь. Правильно. Всякими идиотам. И мрази делать там нечего. Я с ним согласна. То есть о приезде. Серьёзно. Считая комменты, понимая, насколько закоснелое у нас общество. Все, кто усмотрели. Ну, нравится кому-то жить по своим принципам. Так пускай живут. Кому они мешают. Старик по виду может и чудаковатый. Но явно не шизопренник и не диктатор. Он-то, в отличие от прочих-то, не на старости лет в религии ударился. А всю жизнь по вере жил и даже пострадал за то. Сельчане вроде обычные люди. И ценности у них вполне понятные. Главное, что насильно они никого не удерживают. Кто захочет, в любой день может общину покинуть. Значит, всё в порядке. Надежда Реснякова. Большое спасибо за восстановленную деревню. Почему секрет? Община. Бояться надо алкоголика, воров, наркоманов и прочую нечисть. Алексей Николаев. В других деревнях такого Лапкина нету. И можно провести анализ, где живут лучше. Ну, вот если включить, что у нас в условия первого. Человек должен доказать, что он не лжёт. Не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Вот пять пунктов. Ну и дальше решать идея, в какой деревне такое может быть. В какой семье в отдельной. Алексей Николаев. В других деревнях такого Лапкина нету. Дмитрий Лемеш. Брат, спаси Христос за объективный обзор. Хорошее видео. Очень приятно. Кирилков. Да, всё нормально. Не грызут землю теми шарошками. И ищут халяву. А живут просто живут. И не надо им мешать. Ну, не совсем тут понятно. Не грызут землю, видимо. Владимир Эпифанцев. Игнатий сектант. А менты и путинские шлюхи, божьи люди. Такие Игнатий создают цивилизацию. А потом такие, как Володька, приходят и строят из себя императора всей Руси. Артём Лапкин, это нормальный, православный. А вот ты бес настоящий. Молчи и не гневи Бога. Я прошу меня простить. Очень сильно виноват. Не дослушал. Подумал, что плохо хотите отозваться о Лапкине. Ещё раз очень прошу простить. Это он об Артёме сказал. Александр Бэк. Игнатий Лапкин, восьмой десяток. Я удивлён вами, что нашли в нём лукавство, обман, неправильное поведение. Вы слепцы, бельмо на глазах ваших и не видите разницу. Как устроен его быт, в каких-то условиях им приходится жить. Человек, который имеет три срока. Вы не видите в нём бутаря, который предвидел вашу жизнь, является холопами. Самой богатой страны мира. Вместо того, чтобы делать элементарную технику, постройка, дам, дорог, к примеру, щебень, за который они сами заплатили. И я ещё вам в своё свободное время это пишу, ставлю точку. Протестант Александр Владимир Хус. Ведущий. Ты посиди на зоне три раза, и ты три раза будешь петухом. Ты щуришься, как клоун. Ты не стоишь и волосы игнать, чучело. Ну, я думаю, это к Артуре не относится никак. Андрей Валерий. Здравствуйте, люди. Я лично благодарен авторам. Они доносят до людей человеческий облик народа. Посмотрите на это в старца. Сколько мудрости, заботы, предвидений. Какой ясный ум. Мне жаль страну, в которой уничтожают мудрость. Мудрость – это не хитроумность ежеминутной выгоды. Это суть жизни, которую вам откроют лишь старцы. Мудрость – это их удел. Вот человек незнакомый. АСД, священники, с ума сходят. Подыскиваются. Там Дворкин разбирает. К ее пещерскую лавру в моей книге. 15 лет исследует и не могут ничего найти. Смотрите и задумывайтесь о происходящем сегодня. О том, что сначала ювенальными репрессиями отделяют детей от отцов, а потом отцов от дедов. Это чтобы быть детьми, по разуму с вами остались пожизненно. А если повзрослеть, решите. Это вами золото займется, чтобы не рыпались. Ставьте лайки. Пусть народ думает. Сказка одна вспомнилась. Оружие англичане кирпичом не чистят? Вы царю, батюшке, передайте, чтобы наши-то не чистили кирпичом. А то не приведи Господь одних к стрельбе. Непригодно бы. Вот вот зашел Лемеш сейчас как раз. Евгений Погалинов. Вы бы хоть как-то название к ролику изменили, что ли, это, к Артуру. А то люди-то не в теме, первый раз сначала это видео видят, а дальше смотреть не станут. Неправильное впечатление получат. Я первые минуты сам подумал, что видео снял очередной не в меру прытки сектоборец. А так одного жаль. Вот уйдет этот дедушка Игнатий по старости в мир иной-то, и заменить его некому будет. Дай Бог ему долгих лет жизни. Араил Чан. Его даже мусульман не уважают. Федор Плейс. Мы с Игнатием Тихоновичем в одной камере срок мотали. И доложу, это святой человек, настоящий религиозный деятель. У него была возможность стать террористом, но не стал. А вместо этого строить дороги в родном селе. Единственный случай, когда я видел от него насилие, это когда к нам в камеру посадили патриарха Кирилла за нелегальную продажу табачных изделий. Игнатий Тихонович поднял шум, начал бить в решетку оловянной кружкой и кричать, что гребень всю хату шкварит. Дабы одиозного руководителя РПЦ от нас отселили. Все ЗК присоединились к требованию. Вот видите, какие слова. Я не знаю, кто писал, ни патриарха не видел. Ну, может, подделывался кто. Эльдар Бердаков. Я не стучал нигде кружкой. Это юмор такой. Это не секты, они богобоязненные люди. Они очень порядочные. Люди единственные, что мне не нравится, принятие гостей и допросы. Я там... А там нечего скрывать. Я сам мусульманин. А почему он христианин? Это не в моих силах. Но вижу, что они настоящие христиане. И не чиновники, и не богачи. Я вижу их не образ жизни, как должен быть смертного человека. Эльдар. Дмитрий Сновых. Классная секта. Не обманывает. Ведут трудолюбивый образ жизни. Но в деревне, в земле, не бомжи. Как тут некоторые выразились. Безбашенные люди. Но это уже я не знаю, секта, не секта. Я мусульманин. И такой же порядок и дисциплина у нас в аулах. Это просто порядочность их. И опасения от всяких придурков. Когда я вижу, этот человек занимается хорошими делами. Поэтому его надо уважать хоть немного за такую порядочность. Всех тут. Побольше бы таких людей. Особенно, чтобы власть поддерживала. Тогда, может, и деревни на ноги подняли бы премник президента. Повсюду давать дорогу созидательным лидерам и невинно гонимам. Хазарт. Сытая, здоровая, работает, ничего не просит. Благодать дает. Любую религию можно подвести под секту. Любую общину можно подвести под секту. В конце концов, можно любого человека посчитать сектантом. Только потому, что у него отлично от других людей взгляды и убеждения. Это субъективный взгляд каждого. Александр Веклиш. Гони, Игнатий, этих слуг сатаны из своего поселка. Людмила Смокотина. Не вижу ничего плохого. Человек, в принципе, живет по божьим заповедям. Все просто без замысловатости. Зато детям прививается любовь к труду и уважение к старшим. И что в этом плохого? Это все комментарий под одним роликом, где я показал его, Алёхин говорит, «Игла секта». Правильно люди сделали, что ушли. И идиотов к себе не пускают. Эти умсы на отсталые танцевать ведь будут в храмах и покемона плавить. Дай Бог, чтобы все у русских православных людей было хорошо. Слава Богу, что такие люди есть. Азербайджан. Я смотрю их видео, они хорошие люди, мне очень нравятся. Не говорите гадости про них. Все там очень естественно. Уважаю всех. Все религии мира – это святое. Мы согласиться не можем. Я кто-то. Игнатий Лапкин все делает правильно. Человек через огонь и воду проходил. Его можно слушаться. Ирина Чернова. Слава Богу, за таких людей, как Игнатий Тихонович. Алекс Крин. Ничего страшного не происходит с чужаками. Кто еще охотиться нужно? А тут мясо само в поселок заходит. Игнатий Лапкин очень хороший человек. Дай Боже здоровья ему всего самого лучшего. Валера Питерский. Прошу обратить внимание, Игнатий Лапкин родился в 37-м году. На самом деле в 39-м. Посмотрите, как он выглядит. Чем питается. Он живет с верой в Бога по сей день. Отсидел три раза за веру. И после всего этого вы все еще сомневаетесь в Библии или вере. Первое. Если бы у него было зло внутри, оно бы было и на лице, и в здоровье, и в отношении к людям. Два. 80% населения. А, второе. 80% населения уже в 30 лет выглядят старее его. Третье. Очень важное. История повторяется. Точно такая же была политика царя. И откуда ни возьмись, прибежал лысый шкет по имени Ленин. Убил, вырезал и захватил власть. То есть по этой же системе до сих пор работает созданное ненужное российское государство. Совет. Поменьше видео. Так как все больше и больше появляется недоброжелатель. Низкий поклон Игнатию. Свет и радость вам. Валера. Еще кое-что. Есть такой факт, как зависть. К примеру, у вас есть пару машин, две квартиры в Москве и Питере. Достаточно денег или детей. На работе в подчинении человек 40. А у другого человека есть дом, построенный своими руками. И несколько человек в подчинении. И он счастлив душой и сердцем. Кушает сало с хлебом, суп, голубей. Неважно. И первый человек сидит и понимает, что у него внутри совсем неспокойное состояние. При том, что он имеет все. Начинают поступать импульсы из грудной клетки в мозг. Которые навеивают грязные и завидные мысли о том, что тот, второй человек, счастлив с тем, что есть у него. Ключевое слово счастье, спокойствие души и сознание того, чтобы все получилось, дошли к точке. Начало-конца или конца-начало. Да, меня считают самым счастливым не в Потеряевке, а в интернете. Я говорил уже об этом. Там мэры беседуют, люди разные, профессора. Вот, Макс, автор. Может, если не секрет, сколько вам заплатили за данную клевету? Вот еще. Зачем человеку кот делится своим бытом, мудростью? И жизненным опытом, монтажу роликов? Это же не шоу. А почему к вам в дом, в квартиру нельзя так просто заходить, кому попало? Вы сектант, что ли? Это он уже к Алёхину. Миг. Игнатий Лапкин. Доброе дело делает. Восстанавливает поселок. Сколько сел по стране вымирает? 21 тысяча, еще 10 тысяч на грани смерти. А тут хоть один человек нашелся, чтобы восстанавливать. Евгений Нечук. А Алёхин хватит врать про Лапкина. С первой стройки видно, что не расположен крайне. Он ни одного дня за веру не сидел. Зная его 25 лет, не понаслышке, сидел он за распространение архипелага ГУЛАГ. Чисто по политической статье, а не за веру. Православных практически не сажали. Сажали баптистов отделенных. Вот те сидели за веру. Вот давайте теперь разберем, как Исидор Пилосиот говорит. Предвзятость не дает здравого умышления, а злоба вообще отнимает разум. Что говорит этот Евгений Нечук? Его никто не звал. И вот он здесь дает... Не сидел за веру ни одного дня. Ни одного. Спрашивается, а за что конфисковали у меня все пленки, златоуст, Библия насчитанная, жития, архипелага ГУЛАГ. За то, что брал интервью? Это политическое? За то, что открыл тему о масонстве? Ну как это-то все вместе шло. Стихотворение о Ленине. И тем более это все напечатано в книге «Для Слова Божия нет уз». По чисто политической статье. Ну и что? Реабилитирован. Невиновен. И показал, что мне полезно было там. Сколько людей обратилось. Практически не сажали. Не знаю же ничего. Вот сидит этот Евгений Нечук. Я его тоже хорошо знаю. Он по сегодняшний день житель Потеряевки. Бывший диакон. Бывший, то есть служил диаконом. Ему даже рта раскрыть нельзя. Что с ним произошло? Какая жуткая трагедия. В храм не ходит. Потерял все. Но здесь он клюнуть решил. Я поясняю. Вот они сидят за столом. Миша Никитин, житель Потеряевки. И мой брат Павел. Выпивают. Я это дословно знаю от брата. И Женя точно так же говорит. Игнатий прорабом работал полтора дня. Полтора. Повторяю. Полтора дня только прорабом. А он говорит, работал. То есть у него вот это есть. То есть вранье, дух лжи внутри распирает. Ну а брат мой Павел и говорит, а как же ты говорил, ты работал в органах МВД с заключенными. Отправили работать. Я тогда запросил в деревню трудовую и показал. Вот смотри. Я учусь. Написано в учебах, в техникуме. Это в обвинении не ставится. Дальше кончено. Тогда было. Ну это в 59 году. От меня не зависело, куда меня направят. Но из выпусков и всех было только четыре прораба. Остальные мастерами. Я проверенный со всех сторон. Политически надежный. Отец инвалид войны. Ну там все проверяли, что у меня были. Не было там никаких замещаний-то. Вот. От меня не зависело. Начало моей работы прорабом от меня не зависело. Дальше я работаю. Пришкино. Село Иркутской области. Строго режимный лагерь. Меня ни грамма. Никто не спрашивал, будешь ли работать. Нет. Я работаю. Ежедневно. По две смены. Без выходных. Я молод. У меня бывало по 250 человек. До шести объектов. Ну и как? Понятно, что мне было непросто. И вдруг меня призывают в армию. От меня зависело это или нет? А как могло это зависеть? В армию призывали. Ну вот этот промежуток времени не полтора дня. А где-то семь месяцев. Я уже не знаю. Это ну в этом районе. Семь там. Может быть шесть с половиной или семь с половиной. Значит, соврал на полную катушку Евгений Ильичук. А для чего? И здесь опять. Не сидел. Ну ты открой мое дело и посмотри. Архипелаг, ГУЛАГ и прочее. Это примерно 2% обвинения. Два. А 98, да кроме того, и архипелаг-то распространил по всей стране. Первый в стране на 10 лет старше, чем в Новом мире первые главы появились. Это сатанинская система лжи. Империя зла рухнула, как написал обо мне журналист Титов Виктор Иосифович. Ему товарищ, что же писатель там сказал. Благодаря таким, как Лапкина, подтачивались устои тоталитарного режима. Ренан Рахманов. Молодец, все верно. Глупые люди инакомыслящих называют психами. Я, будучи мусульманин, могу сказать, что Игнатий очень умный человек. Хабиб. Это вот этот человек, а канал я давно смотрел. Этот человек образцовый русский человек. Я мусульманин, но этот человек настоящий мужик. На него грязи поливают некоторые твари. По-вашему, кто боярышник не пьет, тот ненормальный человек. Юрий Наливайко. Тысячу лайков. Случайно включил ваш канал. Таких людей нужно в правительство. Повторяю, только под одним роликом столько. Я другие-то не беру. Там матерки были, у вас есть Донбасса. Этот дедуля соображает лучше 90% россиян. Просто ему нахер ничего не нужно, кроме своей веры. Живут себе, никому не мешают, людей не оборвывают. Зачем к ним лезть и обсирать? Надежда Абройсова. До революции почти вся Россия так жила. Это возвращение к истоку. Юрий Королевский. Когда-то Августин увидел двух людей, уступающих ему в образованности, но которые решили посвятить жизнь Господу, опечалился, что отстает от сих малых. Не кажется ли вам, образованные братья, что мы тоже отстаем? Нас опережают, но мы боимся решения блаженного Августина. Или даже не печалимся своей вечностью, а критикуем других за богоискательство, ибо это нас обличает. Главное слово тут секта. Все, что тебе или системе невыгодно, оно называет сектой. Просчитайте значение слова секта. Я по отношению к другому человеку сектант. Поэтому шлепки заканчивайте инакомысленно звать сектой, вкладывая чужеродные понятия. Системе это не выгоден кто? И вам, баранам, тот сектант. Вы его всячески словечками и терминами наклеймите, лишь бы он был одним из вас. Обосрали и ручки потерли. Какие мы молодцы! И пошли здравомыслящие дебилы в очередях за новым говном стоять под названием айфон. Ваша цель и смысл жизни – купить желе за кусок. Надежда Тишли. Спаси Христос автора ролика. Это Картуру. Хорошо, что люди есть, которые пытливые умом, которые не собирают клевету в интернете, а сами исследуют и делают выводы. А сами посмотрите, о чем там говорит Артур Алёхин. Дочь Христова. А, собственно, что такое секта-то? Все ли не православные церкви, можно так назвать? Артур Алёхин. Есть определенные критерии, которые определяют, является ли организация секта или нет. Игла под этим критерием не подходит. Только нужно сказать, что букву Г и А маленькие надо писать. Игнатий Лапкин. Мама. В стране столько говна, о чем можно поговорить. Да нет, до Игнатия дело есть. Артур. Говорите о том, о чем считаете нужным. Я говорю о том, о чем мне хочется. Мама. А что это вдруг? Что вас подвигло-то сделать видео-то? Вы какой-то начинающий практикант федеральной службы? Артур. Не вижу его взаимосвязи. Я более того, не понимаю, кто такой практикант федеральной службы. Захотел и сделал, не понимаю, в чем суть вопроса. Вот вы захотите, обсудите что-то другое. А я захотел, обсудил именно это. Дмитрий Кислов. Побольше бы таких людей, как Игнатий Лапкин. Александр Самедов. Слово с видео. Ненормальное большинство отвергает нормальное меньшинство. Это было и есть. Но если ты видишь, что меньшинство действительно нормальное и правильное, то сам будешь становиться таковым, особенно после многих просмотров видеороликов. Если же не становишься на правильный путь, а говоришь, что это правильно, не лезть ли это. Для расположения сердец увлекая к лицемерию, говоря, что это правильно, но не следовать этому, а живя иначе. Слова с видео. Игнатий Лапкин успел отсидеть три срока, но все три раза он получал срок за религию, за веру. К сожалению, это не выдумки, ни сказки, ни басни. Не к сожалению, а во славу Божию сожалеть могут только враги, ибо это есть похвала Божия и слава для приобретения душ во спасение через жертву Иисуса Христа. А говоря слова, что надо разобраться, секта это не секта, в этот момент поставлено фото, где Игнатий Тихонович и дети подняли руки в сумерках, и неверующие люди отреагируют отрицательно. Да и многие православные запечатлеют образ отрицания, хотя и слышат в словах как бы положительного отзыва. Следующие слова с видео. Но мы-то с вами, давайте попытаемся разобраться, мы же с вами адекватные люди все-таки. Кто слышит его голос, тот идет за ним. Вся наша адекватность перед ним, как ничто. И тоже слова с видео, никаких адекватных зацепочек, чтобы назвать общину Игнатия Тихоновича Лапкина сектой. У нас на самом деле нет. И снова меркнула эта фотография. Зачем? А видео выложено каналом под воззнанием проблеск света. И так, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? От Матфея 6.23. Артур. Вы знаете, когда начинают разбавлять свою точку зрения цитатами, я теряюсь, и мне сложно понять, что это значит. Вот и в вашем отзыве я не понял, вы критикуете видео или нет, и мне показалось, что да. Постараюсь ответить по пунктам. Первое. Про ненормальное большинство. Не стоит делить мир на черное и белое. С вашей точки зрения я лицемерно, потому что считаю вообще нормальным. Но тогда сам должен все бросить и туда попроситься. Тогда чем вы отличаетесь от ненормального большинства? У них такая же позиция, только в свою сторону. Однако можно быть нормальным и жить по-своему, как я сказал в конце. Главное не вредить. А какой образ жизни при этом человек ведет, это не столь важно. И второе. Про сожалению. К сожалению. Наверное, это так трактовать. Для меня это все-таки трагедия, а не радостный момент, что и Глаз сидел в лагерях. Касательно фото с поднятыми руками. Есть такое фото, его нужно показать, чтобы окрасить суть вопроса. Мне сложно объяснить вам творческий компонент этого фрагмента, если вы в самом деле не видите гармоничность этого эпизода со всем роликом. Более того, это фото и сделано с намеком на секту. Я делаю видео объективное и не пропагандистки. Поэтому показываю все материалы плохие и хорошие. Если люди видели это фото, и у них остался отпечаток, то я показываю им. Да, я знаю, что есть такое фото, вот оно. Но и задаю вопрос между срок, насколько оно отражает действительность. Как-то так сложно объяснить творческий момент. Четвертое. Про свет во тьме. Я не понял, к чему это. И пятое. Про романа. Все верно. Не важно, во что он верит. Главное, что он не причиняет вреда и следует правилам общей. Разве это не так? Александр Самедов. Мой комментарий направлен к имеющему уши, о которой говорил Иисус Христос. Ваша задача и творчество мне понятны. Конечно, может не полностью. Подобные подходы употребляются во всех шоу, имеющие определенную задачу, как и у вас. А сложности никакой нет. И в объяснении творческого момента. Ведь вы это фото умышленные поставили. Я не ожидал от вас объяснения на мои комментарии. Но увидел их, удивленно рад. Желаю, чтобы ничто не уводило, не уклоняло людей, верующих от Иисуса Христа. Поэтому написал. Вы же есть такой, какой есть. И пусть ваши объяснения будут подятны людям. Имею, что написать, но не хочу славопрений. Просто напишите в ответ, если вы не верующий, то какую цель преследуете, создавая данное видео. Если вы тратите много времени на просмотре, вникая, потом съемка, потом монтирование. То есть это определенная цель, но не размытая. А вы состоите сами в каком-нибудь сообществе. Артур. Цель. Я хочу, чтобы все было справедливо. И я хочу обращать внимание людей на моменты очевидной несправедливости. Хочу, чтобы общество вело себя адекватно и в рамках здравого смысла. Поэтому обращаю внимание на очевидные моменты неразумности людей. Совершенно не имеет значения, сходятся ли наши взгляды в мировоззрении или нет. Кто как верит и кто во что. Важно, что общину, которая не является сектантской, называют сектой. Это важнее, нежели сходятся наши взгляды на мир или нет. Важно, чтобы все было справедливо. Касательно меня, сами о них никакой вообще не состою. Верующий или нет? По вашим критериям, скорее всего, нет. Александр Самедов. Слава Богу. Спасибо, Христос. Благодарю за ответ. А почему вы удалили мой комментарий? Вот этот. Ну и дальше он говорит про комментарии. Прочитайте про что. Артур отвечает. Почему удалил? Вот он, он висит чуть выше. Посмотрите. Я удаляю или не пропускаю? Только матерные комментарии. Александр Самедович, нету его? Там другое содержание выше. И свежего нету. Этот объясняет. Где нажать? Пообщаться. Суприм. А русские свиньи всегда мешали жить нормальным людям. Что быдло, что чиновники. Везде русские несут дерьмо. Вот там пишут много, что мы не причащаемся, мы не... Ну и церковь, и лопаются. А никакие, матерятся. А теперь вот посмотрите фильмы. Тут поставлено «Прищищение». Вот. Название. Именно вот такое по-русски написать в Ютуб. С цифрами. И оно выйдет. Ну и вот здесь уже, как это, по интернетной версии название. Богослужение. Причищение. Проповедь на престольный праздник Петерявки. Причастие после крещения. Причищение святых тайн христовых. Причищение святых христовых тайн. Благодарственные молитвы. Причищение святых христовых тайн уже в 18-м году. Счинность и красота в 16-м. Слово Игнатия на ритургии и причищение. Причищает митрополит Сергий Иванников Московской патриархии. Алтайский, Барнаульский. Прямо архиерей причищает. Вот так зарядите, посмотрите. Ну, зачем же неправду-то говорить-то? Мы не причищаемся, мы не в церкви. Приезд митрополита Сергия Иванникова в Петеряевку. Прощание, благословение митрополита. Причищение. Тайна есть в отдельной комнате, тишина и порядок. Митрополиту Сергия Иванникова о нашем согласии молиться друг за друга. Литургия в храме Петеряевки. И ласточки гнездо у себя в алтарей твоих, Господи, сил. Посмотрите. Вечернее богослужение ласточки. Вот здесь вот ласточки поют. В храме встречаем митрополита Сергия, богослужение без купюр. Крещение, съемка Кальмаева, воскресенье, литургия, собрание Петеряевки 200. Номер 12. Песнопение. Лагерь Стангори Костер. Песнопение. А про лагерь 475 роликов. Роликов столько. Проповедь вторая. Вот тоже. Беседа Игнатия Латкина с Александром Мень. Так, по-русски напишите в ютубе. Так, встреча у Сергея Козлова в Воронеж. Четвертая проповедь в храме в Берсеневке. Это рядом с храма Христа Спасителя. Метров 100-200. Беседа в храме в Тбилиси. В Грузии отца Наума. Игнатий Латкин, духовный отец отца Наума. Еврей в моем доме обратился. Стаб православным. Беседа с мусульманским улой и мой женой на тему послания к римлянам. Возмездие за грех смерти. Вот. Белиси. Франция, Германия. Беседа дома у Жанны и Надежды. Беседа с армянскими христианами. Ответы на вопросы. В Португалии, Лиссабон. 52 года в пути Латвии-Венсплаз. Вот это обязательно посмотрите. Я приехал туда, где обратился. Обязательно. Италия, Рим. Поломка в лесу Швеции. Возвращение в Барнаул с миссионерской поездки. Без священства нет церкви. Вот я много времени на это потратил. Но того стоит. Ну и вчерашний день. Дождик моросил. Какие тут события? Таких-то никого и не было. Володя еще не приехал. Теперь он... Вот сегодня я это насчитываю. В среду. Сейчас, как он позвонил, уже дома. Вовремя уложился. Спасибо, Христос. Молодец. Вот. И хорошо, что мы убрали морковь. Теперь не грязное будет. Ну что еще вчера? Месяц 20 дней. Моим котяткам я в первый раз дал им есть. Молоко налил. Они все сосали мать. И поэтому она их зализывала. Нигде от них ничего не было. Ну, играют. Это тоже как бы событие. Вот. Я посещал. Кустиновым съездил, побеседовал с Андреем и Ириной. Очень хорошая беседа была. Это все в один день. Ну, и звонки отвечал. Вот. Показать наши ресурсы. Это мой мир. Прочитать. А Андрей Александров. Вот. Я сейчас сразу прямо еще не смотрю. Но от него плохого я не жду, поэтому открою. Он пишет. Что-то. А что он пишет-то? Пишет два этих. Что-то на Ютубе. Надо посмотреть будет потом. Какие это ролики. Вот. Мой мир. Это форум. Наш называется. Православный форум. Игнатия Лапкина. Так. И канал. Видеоканал. Вот. Это наш видеоканал. Сегодня я поставил 10 роликов. В среднем так идет. Ну, вот что. Преподобного Апанасия. Жития насчитанное. Вот. За два часа. За два часа я сижу здесь как. Уже три часа утром только. С двух часов, кажется, начал я. Или третий. Три часа. Нет просмотров. Нет. Порядки на кухне 179. Если бы хоть один был просмотр, тогда был в 179 раз. А так в бесконечное число раз. Вот. О молитве. 110. И здесь у сушилки Игоря порвалось сыпь. Батя с батюшкой выправляют. Вот. Вот это отдельно поставлено. Вот так называется. Протеерей Владимир Головин. Город Болгара. Православных проповедников. Ну, здесь вот это видно. Это, видимо, составил. А оторвал от его вопроса на ответ. И конкретно про меня он, что Владимир говорит. Вот. Это вот. А Лёхин как раз Артур говорит. Вот это. Лапкина надо обличать. Ухватились за это. Обличать надо. Что интересно. СД называется. Со священник. И беседовать с еретиком. Еретик более прав. Понимает о рождении свыше. А этот ничего не понимает. Это не, я не говорю здесь. Здесь отец Геннадий Паст. А там. Вот. Ну, и дальше. Говорят, какой-то второй канал. Кто-то у нас дублирует или что. Не знаю. Год назад, год назад, месяц назад. Не знаю даже еще сказать, что это такое. Ко-второе. Засять вопрос Игнатию. Прямо отсюда все взято. Или у нас это второй дублирует канал. Ничего не знаю. Сказать не могу. Оставляю так, чтобы можно было видеть. Ну, а так можно сказать все. Перебрал здесь все ролики. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.